Возможно ли купить большой рамный автомобиль с полным приводом, чтобы он был не дорогой, не старый, в хорошем состоянии и желательно не отечественного или китайского производства? По большому счету на нашем рынке такое предложение только одно. Это Сан Йонг Кайрон. Оцениваем все плюсы и минусы корейского внедорожника в программе «Поддержанные автомобили». С вами Максим Пастушенко. Поехали! Эта модель встала на конвейер в 2005 году. Почти сразу начались поставки и в Россию. Надо ли говорить, что большой рамный внедорожник корейского производства, по заманчиво невысокой цене, моментально стал пользоваться спросом у нас в стране. А рестайлинг 2007 года, заметно облагородивший машину и сделавший ее менее экстравагантной, только укрепил ее позиции на рынке. Если говорить непосредственно про рынки и где этот автомобиль пользуется спросом, то в основном это регионы, потому что, как правило, для Москвы все-таки потребность в внедорожнике, она не так остра, как в регионах. И в целом, конечно, спрос на них выше, чем в Москве. Но, тем не менее, автомобиль достаточно хорошо продается, на него есть свой покупатель. Я бы сказал, что автомобиль достаточно качественный, потому что это старая модельная линейка комплектующих Mercedes, годами проверенная одним производителем. И уже сейчас в ранге корейской марки уже доработанная, усовершенствованная и, соответственно, от этого хуже не стало. Популярность этой модели моментально сняла вопросы о целесообразности ее производства в России. В 2006 году была налажена сборка в набережных Челнах, а в конце 2009-го ее перенесли на завод Солерс Дальний Восток, что во Владивостоке. Там машина производилась до 2015 года. Тогда же и в Корее сошел с конвейера последний Кайрон. Особых проблем с кузовом у Кайрона нет. Машины даже отечественной покраски неплохо сопротивляются коррозии. Но вот, например, номер на раме ржавеет практически моментально. Даже несмотря на резинку, которая заботливо закрывает его от влаги и грязи, уже через года два он может стать практически нечитаемым. Поэтому при покупке такого автомобиля в первую очередь убедитесь, что этот номер цел. Иначе вместо регистрации в ГАИ вам придется ехать на экспертизу. А заодно, если номер еще цел, позаботьтесь о его сохранности. Например, по старинке его можно замазать солидолом. Если же на кузове обнаружите характерные очаги коррозии, скорее всего, эта деталь уже красилась не на заводе. На машинах 2008-2009 годов выпуска могла появиться трещина на левом переднем крыле из-за ослабления места сварки площадки для аккумулятора. Салон Кайрона будто машина времени. И дизайн, и органы управления, и приборы, и материалы отделки будто переносят вас в 90-е годы. Хотя, с другой стороны, может быть, это и не так плохо. Например, поклонники японской инженерии конца прошлого века наверняка это оценят. Кнопки хоть и грубые, но зато сделаны с большим запасом прочности и долгое время не будут доставлять проблем. Приборы хоть и простые, но зато отлично считаются. Блок климат-контроля хоть и олдскульный на вид, но зато никаких нежных ЖК-дисплеев. В принципе, надо заметить, что здесь все сделано будто на случай ядерной войны. Возраст Кайрона выдает разве что две вещи. Первое, это то, что в салоне практически все крашеные пластиковые детали, особенно на центральном тоннеле, практически не сопротивляются истиранию. И поэтому найти Кайрон даже свежий с почти новым салоном на вид очень сложно. Так что придется поездить и повыбирать. И второе, это то, что в салоне со временем повсеместно начинают появляться всевозможные звуки и скрипы. Причем, относится это не к передней панели, а, например, к дверным картам или к другим всевозможным накладкам. Кожаные кресла на Кайроне и выглядят не так добротно, как хотелось бы, да и комфортом не отличаются. Так что я, как всегда, выступаю за качественную тканевую обшивку. Кстати, на Кайроне она именно такая и есть. К проблеме сидений можно отнести и возможное перегорание спиралей подогрева. На корейском рынке Кайрон предлагается с довольно широкой гаммой моторов. Включая пятицилиндровый дизель объемом 2,7 литра и бензиновую V-образную шестерку объемом 3,2 литра. Оба мотора изначально мерседесовские, но к нам они официально не поставлялись. У этой машины дизельный двигатель объемом 2 литра и мощностью 141 лошадиная сила. У него тоже немецкий корень, по идее, должен без проблем проходить 200-300 тысяч километров. Но, правда, случается и неисправности несколько раньше. Например, слабым местом этого двигателя можно назвать натяжитель цепи ГРМ. Случается, что его замена требуется уже на 50 тысяч километров. Эта неисправность обойдется вам где-то в 10 тысяч рублей за сам натяжитель, ну и, соответственно, плюс стоимость работы. Еще одним слабым местом этого мотора можно назвать тоже натяжитель, только ролик и натяжитель приводного ремня. Правда, стоит он уже дешевле где-то 2-3 тысячи рублей. Но, опять же, плюс стоимость работ по замене. Есть еще одна неприятная мелочь. Например, это прикипание свечей и накаливание. При неправильном демонтаже вы можете автоматически попасть где-то на 5 тысяч рублей за каждую свечу. Бензиновый мотор объемом 2,3 литра тоже мерседесовский. Из болезней можно выделить разве что слабую прокладку клапанной крышки и задний сальник коленвала. Последний стоит, конечно, дешево, но вот замена может ударить по карману из-за дорогой работы. Недолго ходят и датчики кислорода, и массового расхода воздуха. Стоят они от 3,5 до 5 тысяч рублей каждый. Механические коробки передач, которые устанавливаются на Кайрон, весьма надежны. А вот автоматы 5-6-ступенчатые весьма капризны. Так что, если у вас есть возможность купить машину с 4-ступенчатым автоматом, лучше сделать такой выбор. Что же касается 5-6-ступенчатых автоматических трансмиссий, то рывки при переключениях и дергания для них абсолютно не редкость. Часто проблема кроется в выходе из строя блока управления коробкой, который обойдется вам в 20-25 тысяч рублей. Либо это могут быть механические неисправности, которые приведут к переборке коробки. Или даже ее замене. Причем случится это может даже на 60-70 тысячах километров. Переборка обойдется в 50-60 тысяч рублей. Ну, а замена новой коробки, я даже боюсь представить, сколько это будет стоить. Нередко случается и перетирание проводов, которые идут к соленоидам управления клапанами в гидроблоке. Но от этой проблемы застраховаться вряд ли получится. И вообще, я рекомендовал бы в этих коробках менять масло каждые 50-60 тысяч километров. В противном случае вы можете попасть на очень дорогой ремонт. Если говорить о полном приводе, то неграмотная эксплуатация внедорожника может привести к серьезным и дорогостоящим поломкам. Если на полном приводе постоянно ездить по сухому асфальту, то через несколько месяцев придется как минимум ремонтировать, а то и покупать новую раздаточную коробку. А это потребует от 15 до 60 тысяч рублей. Частенько хандрят хабы в передних ступицах. Их рекомендуется менять на аналогичные от модели Муса. Они явно крепче. Замена ступицы в сборе, которая стоит 10-15 тысяч рублей, может потребоваться не только из-за износа несъемного подшипника, но и, например, если у вас выйдет из строя датчик АБС, который здесь тоже смонтирован заодно со ступицей. Кстати, повредить этот датчик можно, например, на бездорожье. Так что будьте аккуратны. Защитить его на 100% невозможно. Безусловно, самым слабым местом в передней подвеске Кайрона являются шаровые опоры. И верхние, и нижние. На ранних машинах их ресурс составлял 10, максимум 15 тысяч километров. И бывали случаи, когда они выскакивали буквально на ходу. Соответственно, машина теряла управление. Так что следить за их состоянием нужно обязательно. На машинах после 2011 года выпуска стали устанавливать усиленные шаровые с ресурсом около 50 тысяч километров. Недолговечными считаются и рулевые наконечники. Их ресурс составляет 30-40 тысяч километров. Хорошо, что они стоят недорого. Где-то полторы-две тысячи рублей за штуку. Разумеется, в любом случае все зависит от условий эксплуатации. Машины, часто съезжающие на бездорожье, будут чаще требовать внимания к своей подвеске. Рулевая рейка Кайрона считается необслуживаемой. Но некоторые сервисы предлагают работы по, так сказать, улучшению ее состояния. В эти работы входит замена манжет, прокладок и кое-какие подтягивания. Но, сами понимаете, это полумера, которая продлевает жизнь рейки где-то на 20-25 тысяч километров. Но куда большего внимания заслуживает кардан рулевого вала, который может выйти из строя уже на 25-30 тысяч километров. А сам он стоит где-то 3,5-4 тысячи рублей. Ну и опять же, плясуем сюда стоимость работы по его замене. Звоночком о том, что нужен ремонт, станет появление увеличенного люфта в работе руля, характерные постукивания при проезде неровности, а также стук при смене направления вращения рулевого колеса. От дисбаланса довольно быстро выходят из строя подвесной опорный подшипник и крестовины карданного вала. Но в сервисе, как правило, приговаривают весь карданный вал целиком. Обойдется вам это где-то в 20-25 тысяч рублей. Об этой неисправности вам скажут гулы вибрации на разгоне или при движении под нагрузкой. Со временем практически на всех кайронах проседают задние пружины, но не стоит расстраиваться. Во-первых, стоят они недорого, где-то 2-2,5 тысячи в среднем за штуку. А во-вторых, есть возможность поменять их на аналогичные, например, от Chevrolet Niva, либо от Kia Sorento. И тогда ваш кайрон станет мягче и комфортнее. Нужно себе отдавать отчет в том, что это весьма специфичный автомобиль. Дело в том, что кайрон – это абсолютно не шоссейная машина. Нет, конечно, на этой машине можно ехать на дальние расстояния. И, в принципе, если дорога будет более или менее гладкая, скорее всего, путешествие будет комфортным. Но со скоростью 110, максимум 120 км в час. Любая скорость, которая выше для кайрона, ну, если не противопоказана, то весьма некомфортна, потому что машина начинает скакать и рыскать по дороге. Во-вторых, это двигатели. Будь то бензиновый мотор, будь то дизельный, в любом случае динамичным кайрон назвать нельзя. Причем надо заметить, что те, кто думают, что бензиновый мотор будет шустрее, чем дизельный, весьма ошибаются. Потому что даже с двухлитровым дизельным мотором кайрон едет все-таки немного пошустрее. В принципе, есть возможность перепрошить двигатель, в частности, дизельный, на котором еду я. Его можно перепрошить, поставить сюда прошивку, так называемую корейскую, которая предназначена для корейского рынка. И надо заметить, что машина едет намного живее, намного бодрее. Ходят случаи, что при этой прошивке мощность этого двигателя становится 170 лошадиных сил, но утверждать я этого не буду. Если говорить о надежности и долговечности этой машины, все в первую очередь зависит от условий эксплуатации. Если эту машину использовать по назначению, то есть активно ездить по бездорожью, постоянно выезжать за город, съезжать с асфальта, то, конечно, эта машина будет требовать больше к себе внимания, чем это потребует машина, которая постоянно ездит в городе. Поэтому, если вы хотите найти просто большой автомобиль для города, то, наверное, Кайрон будет не лучшим выбором. Но если вы любитель вылазок на природу, поездок на рыбалку, на охоту, на пикники, ну или просто по каким-то делам ездить постоянно по бездорожью, то, я думаю, Кайрон за свои деньги это будет лучшим предложением. Кайрон Если вам нужно сэкономить, то можно посмотреть модель Актион, не путать с нынешним кроссовером. По сути, это тот же самый Кайрон, только с очень неоднозначным оформлением передней части и более скромным багажником из-за купообразной формы крыши. Несмотря на спорную внешность и не самое приятное для нашего слуха название, Саньон Кайрон станет отличным вариантом для тех, кому нужен большой рамный внедорожник. Ну, а невысокая цена и широкое распространение в нашей стране еще одно тому подтверждение. Это была программа «Поддержанные автомобили» на телеканале «Автоплюс». Обещаю, в следующий раз снова будет что-нибудь старенькое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Продолжение следует...